Понятие «лицо» и сам термин «лицо» обозначают социальную аналитичность человека. Это одна из кросс-культурных универсалей. В английском, французском, русском или китайском одно и то же слово будет обозначать часть тела, которое краснеет, когда мы делаем что-нибудь неправильное, которое мы пытаемся закрыть руками, дети, по крайней мере, пытаются закрыть руками. И то социальное «я», то репутацию, которая от этого страдает. Почему есть такая физиологическая реакция, то есть такая параллель между физическим телом и социальной, сущностью неизвестна. Кроме того, с лицом связано много разных других загадок. Лицо непонятно из чего оно состоит прежде всего. Что такое лицо? Проще всего сказать, что лицо — это впечатление об индивиде в глазах окружающих. Обычно, когда кто-то теряет лицо, происходит что-то такое, что сообщает другим об этом кому-то неприятную информацию. Кто-то оступился и сделал неловкий жест. Мелочь, а как будто испортила впечатление. Кто-то попался на том, что воровал деньги из сейфа. Уже не такая мелочь, но тоже впечатление серьезно испортило. Но, как ни странно, когда мы переходим к тем действиям, которые позволяют сохранить лицо, оказывается, что белый не просто в плохих впечатлениях. Когда кто-то спасает ситуацию или спасает свое лицо, а кто-то его роняет, происходит нечто значительно большее, чем просто истечение от одного и поступление к другим негативной информации. В момент потери лица, например, все могут знать о том, что реально произошло. Ни для кого может быть не секретом, что здесь случилось. Но пока стороны открыто не признали, что имел место какой-то сбой. Преподаватель пришел, не знаю, масса веселья, думаю, из каждого, кто учился в университете, преподавателям, которые пришли в каком-нибудь ненадлежащем виде на лекцию, а все сидели и тихо хихикали, но никто не показал, что случилось. В повседневной жизни такое сплошь и рядом встречается. Опять же, маленьких детей учат, что если кто-нибудь появился с испачканным носом, не надо сразу показывать пальцем, чтобы было нормально для детского сада. А взрослые или тактично намекают, что что-то не так, или вообще делают вид, что ничего не произошло, и пока человек сам не увидит. Вот почему важно тактично не заметить сажу на чужом носу, даже если человек, безусловно, догадается, что сажа там была, и все это видели. Кажется, что практики, сопутствующие сохранению лица, обычно подразумевают, что другие ведут себя так, как если бы попавший в неприятную ситуацию индивид вовсе в нее не попал, так, что у индивида может остаться надежда или иллюзия того, что они ничего не заметили, например, сажу на носу. И что если была какая-то третья сторона, обобщенная анонимной, может быть, отсутствующей третьей, которая видел их со стороны, но не видел детали лица, третий не догадался о том, что именно случилось. Вот пока все вели себя, как если бы сажи не было, как если бы те, кто мог ее видеть, ее на самом деле не видел, а гипотетически отсутствующая третья не заметила бы, что что-то плохое случилось, лицо может стать сохраненным. Еще одна интересная лингвистическая особенность – это то, что мы говорим о лице как о чем-то внешнем по отношению к индивиду. Это как информационный кокон, который каждого из нас окутывает, кокон, который причем создается не кем-то в отдельности, а всеми соучаствующими, всеми взаимодействующими вместе. Так вот, кокон можно порвать снаружи, а можно порвать изнутри. Для того, чтобы кокон сохранялся, надо, чтобы все участвовали, коллективно участвовали, все присутствующие вместе, коллективно участвовали в его поддержании. Традиционное хорошее общество подразумевает, что у людей вообще нет никаких физиологических выделений, от которых время от времени надо избавляться. Причем по-настоящему хорошему обществу это будет казаться даже таких вещей, как сморкание. Викторианская девушка не могла произнести слово «сморкаться». Другое дело, надо сказать, что в особенно викторианских промострых комнатах насморк у нее случался регулярно. От хорошо воспитанной викторианской девушки требовалось всячески избегать сморкаться на людях, а других людей обращать внимание на то, что ей это надо сделать. Иногда ей приходилось выбегать из комнаты, а всем остальным надо было не замечать о том, что она выбежала из комнаты, потому что вообще-то выбежать из комнаты подозрительно. А если вообще вести себя, как если бы она оставалась здесь и никуда не выходила, так и абсолютно нормально. Но уж если ей нужно было описать выход из комнаты, она говорила о том, что ей нужно пойти и попудрить носик, разумеется, а не что-нибудь другое. Все остальные принимали это за чистую монету. Хорошее воспитание везде подразумевает множество таких маленьких трюков или маленьких жестов. Канадский американский социолог еврейско-русского происхождения Эрвин Гоффман был первым из тех, кто пытался их социологически исследовать и каталогизировать. И он использовал старую социологию религии Дюргейма для того, чтобы описать четыре основных типа этикетных жестов или этикетных практик. Во-первых, он противопоставил те практики, которые направлены на самого себя и те, которые направлены на других. Когда мы встречаемся с кем-то в парке и здороваемся, это вот из области действия направленного другого. Мы сообщаем другому о том, что нам приятно его видеть и нас волнует, как его дела. Если, с другой стороны, мы перед тем, как выйти в парк, чтобы там погулять, заботимся о вложенных волосах и накрашенных глазах, мы тем самым совершаем аналогичный ритуал, но уже направленный на себя самого. Мы тем самым даем понять, что наше социальное я представляется нам объектом, заслуживающим ответственного, важного и даже благоговейного отношения. С другой стороны, есть позитивные и негативные практики. Позитивные практики состоят, вот как, как спросить, как дела, когда мы выпускаем какой-то сигнал, выпускаем послание, сообщающие о том, что нам другой человек интересен, приятен и хорошего о нем мнения. Негативные практики, практики избегания, это когда мы подавляем информацию о том, что другой сделал что-то неправильное, как раз все примеры, которые я приводил вначале из этой области, или мы подавляем информацию, которая могла бы нас скомпрометировать. Мы настолько все социализированы в маневрировании между всеми этими потоками информации, что даже не замечаем, как много работы делаем. Для того, чтобы понять, насколько на самом деле ее много, нужно обратиться в детский сад или в психиатрическую лечебницу. Гоффман провел некоторое время в психиатрической лечебнице в качестве включенного наблюдателя, а не в качестве пациента, хотя, читая его книги, иногда можно задуматься. Он описывает, собственно, безумие с его социологической точки зрения. И его основная деятельность заключается в том, что есть две основные сферы правил, регулирующие человеческие взаимодействия, этика и этикет. И если нарушение правил этики приводит нас в тюрьму, по умолчанию предполагается, что правила этики нарушаются для того, чтобы получить что-то такое, что индивиду не принадлежит по праву, украсть чужую собственность. Или нанести кому-то физический ущерб. Во всех этих случаях мы пренебрегли интересами других в каких-то своих интересах. Но преступления против этикета не дают явно никакого выигрыша. Если про человека, который вспылил и побил другого, мы можем сказать, что эмоции были таким образом выражены и принесли временную разрядку или временное удовлетворение, то про человека, который нарушает правила этикета, мы, как правило, этого сказать совершенно не можем. Если, это примет Гоффмана и психиатрической лечебницы, человека поймали в магазине с рукой запущенной в чужую сумку, когда он вытаскал оттуда кошелек, чтобы этот кошелек украсть, это явное нарушение этики, и оно приводит в тюрьму. Но если мы сталкиваемся с тем, что женщина в какой-то локальной лавке постоянно заглядывает в сумки других людей, и ничего оттуда не берет, а просто вот так вот там копается с любопытством, как она могла бы копаться в прилавке, вот это нарушение этикета, но не нарушение этики. Нарушение этики приводит в тюрьму, нарушение этикета наводит в психиатрическую лечебницу. Этикет по своей природе – это совокупность правил обращения с лицом. Когда мы отказываемся от позитивных или негативных ритуалов, направленных на себя или направленных на других, мы грешим против лиц кого-то из вовлеченных в ситуацию людей, а это как раз та разновидность преступления, которые квалифицируются нами социологически. С точки зрения квалифицируются как безумие. Поразительно, говорит Гоффман, как много вещей люди могут позволить себе сделать и не попасть в психиатрическую лечебницу из обычно ассоциируемых с безумием, если они при этом не нарушают правил этики. Параноидный шизофреник, который рассказывает вам, что голос предложил ему предпринять какие-нибудь радикальные действия, его похищали инопланетяне или он выступает от имени вселенского разума, попадает в психиатрическую лечебницу не потому, что сообщает такие вещи, а потому, что когда вы делаете удивленные глаза и предлагаете обратить все в шутку, это такой очень хороший пример позитивного ритуала, обращенного на других, когда другое делает что-то неудачное, мы предлагаем ему развернуть события так, чтобы это было шуткой. Так вот, когда мы предлагаем сделать это шуткой, он не соглашается рассматривать это как шутку. А всякий нормальный человек, получив соответствующий сигнал, готов отыграть назад. А параноидный шизофреник, не считывая таких сигналов, продолжает рассказывать про космический разум. Именно это симптом безумия. Правило этикета требует свойства, которое называется тактом. И во всех обществах такт ценится высоко, и во многих такт в действительности ценится гораздо выше, чем ценятся какие бы то ни было моральные свойства. Такт подразумевает способность улавливать сигналы других, способность следить за тем, что они делают со своим лицом, и предугадывать какие-то неловкие шаги с их стороны, чтобы этому лицу не был нанесен ущерб. Однако такт обычно требует ответной тактичности. Когда люди делают приглашение, которое может быть отвергнуто, тот, кто отвергает приглашение, предусматривает объяснение, которое дает отказу некую рациональную и уважительную причину. Вместо того, чтобы прийти к гостю, к неприятному человеку, сказав, что он нам неприятен, мы говорим, что у нас очень много работы и записи на телевидении. Неприятный человек, который догадывается о том, что от его приглашения могут отказаться, будет тактичен в отношении чужой тактичности, если сделать это приглашение, так, чтобы от него было легко и приятно отказаться, ненавязчиво, и, может быть, сделав некоторое количество вводных шагов, которые избавят отказывающихся от необходимости быть слишком решительным. С другой стороны, тексту не тактично в отношении чужой тактичности могут извлекать из этого значительную прибыль. Агрессивные продавцы, которые эксплуатируют тот факт, что у большинства людей очень сложно, кого бы то ни было, в грубой форме отказать во взаимодействии, способны продать нам поразительно много вещей, способны нам продать просто для того, чтобы они от нас отвязались. В этой ситуации мы можем узнать, кого точная монетарная стоимость поддержания лица совершенно чужого и постороннего человека. В этом смысле есть культура, которая регулируется понятиями стыда, а есть, которая понятиями вины. Наша культура все больше и больше регулируется понятием вины, говорит Гоффман, понятием стыда, но не понятием вины. Если Буритания прежде всего боялись прегрешить перед каким-то внутренним нарастным чувством, то сегодня мы все больше боимся погрешить перед впечатлением окружающих о нас и впечатлениями о впечатлениях. И в этом смысле этика, в некотором роде, замещает для нас этикет. Гоффман здесь ссылается на работу другого американского социолога Дэвида Рисмана, который утверждает, что в американской культуре и по умолчанию во многих других культурах происходит исторический сдвиг от культуры вины, в которой люди в большей степени регулировались какими-то внутренними правилами и внутренними этическими императивами, к культуре стыда, в которой мы все больше управляем впечатлениями о нас окружающих. Это не исторически не уникальное явление. Руд Бенедикт писал то же самое про Японию, Анарбет Ильяс писал то же самое про аристократию 17 века, но для западной культуры это может быть новым развитием. Субтитры создавал DimaTorzok